Наш класс Очень веселый Сумасшедший, непослушный, веселый, озорной, дружный, энергичный Чудной, очень-очень-очень активный, умный, веселый Все-таки дружный, чтобы кто ни говорил, мы дружный класс, озорной и труднособираемый Разный Наш класс Дружный Энергичный Добрый, веселый Дружный Лидерский Бьющий все рекорды Он всегда был задорным и весьма сплоченным Хороший Классный Итак, мы с вами сегодня продолжаем работать с текстом и нашей схемой Вопрос первый Потому что, как вы поняли, с чего мы начинаем? Всегда размышления о проблеме тех, кто будет первая Дальше Дорогие мои одиннадцатиклассники Как и всегда, очень печально, что скоро предстоит нам расставание Я запомню вас веселыми, немножко хитренькими, практичными, порой очень душевными, глубокими Я желаю вам больше всего, чтобы вы были хорошими людьми Чтобы вы любили не только себя, но и других людей И вообще весь мир Тогда вы будете счастливы Сама когда-то спасла сына от наводения волков ценой своей жизни При мысли об этом сердце деда имели труд Охотник словно почувствовал себя тем самым трудным, напавшим на мать-брежность И осознал свою неправоту и бесчеловечность по отношению к такой же матери, как и его дочь Очень интересный, да? Поворот Ни один Денис так об этом написал, по-моему, еще Настя, кто еще? Допустим, я 25 Так, у меня есть молодой человек У меня есть образование У меня есть работа, друзья Я, возможно, открою свой бизнес Буду работать на себя Что-то связанное с творчеством Я бы, возможно, хотела открыть свой магазин Или свой бренд одежды Но чтобы были также путешествия какие-то Ну, чтобы я была счастлива и здорова И чтобы мои родители были счастливы и здоровы Я, возможно, что какая-то патриотка Да, я не собираюсь уезжать из России, из Новосибирска Мне здесь очень нравится Но как развитие, возможно, ездить на какие-то другие города Хотелось бы вообще просто, чтобы узнавать новое что-то Чтобы каждым днем ты становился лучше, чем ты был вчера Чтобы ты был умнее, сильнее, амбициознее, целеустремленнее Чтобы ты каждый день выполнял какие-то определенные задачи Ну и, конечно же, это в близких смысл жизни То, что не нужно быть эгоистом Нужно жить для людей Ну, я ее помню буквально, наверное, с начальной школы Даже еще не будучи моей ученицей Она уже пела наш гимн школы Была лицом школы Творческая активная девчонка Тимуровец лагерь Там какие-то творческие коллективы Театральная студия Хабенского Это все было к ней, все было интересно Не всегда открыто Но внутри много чего есть сказать миру То есть я думаю, что у Али еще много впереди новых открытий Я занималась долго, четыре года в актерской сфере И думала поступать на актрису, конечно же Потому что мне все говорили, что вообще сцена по тебе Ноет Вот Занималась я четыре года в прекрасной студии Хабенского Ну, несколько раз выступала В «Красном факеле» мне удалось выступить В «ДКЖ» Ну, а потом поняла, что это достаточно серьезно И это должна быть прям полная дача В театр И решила, что нужно что-то постабильнее Пофундаментальнее Поэтому это математика Хорошая девочка Которая Всегда может помочь Выручить, да, поддержать Аля очень серьезная Совместно Веселая и целеустремленная девочка Очень умная Всегда добивается своей цели Я бы хотела помогать женщинам и девушкам Чувствовать себя красивыми Потому что от этого, на самом деле, очень многое зависит Как ты себя чувствуешь, так ты себя оцениваешь И столько ты можешь добиться Ну, и в то же самое время Это влияет на твоего На твоих близких На твоего партнера, мужа, парня И мне кажется Как бы это, ну, может быть, неправильно Но красота много влияет На многое влияет в жизни И много можно совершить И чувствовать себя красивым Самое главное Это я очень сильно хочу просто быть счастливой Я думаю, что у меня уже будет семья Муж Ребенок Работу хочу Вот любимую именно Такую работу, которой я буду заниматься С удовольствием На которой я буду с утра просыпаться Идти и думать Блин, наконец-то Сейчас буду вот делать Заниматься своим любимым делом Хочу путешествовать Ну, просто вот у меня такие планы Как бы не сильно Нельзя сказать, что какие-то прям грандиозные Просто вот самое главное Для меня на первом месте Это просто быть счастливой Ну, и как это все, конечно же, связано С семьей, с работой И вообще, в принципе, с окружением О Ане Власовой За последний особенно год Конечно, нельзя говорить отдельно От Влада Толстого, наверное Потому что Это пара, которая у нас в классе есть И Любовь которой В общем, мы наблюдаем В течение Наших последних двух лет обучения Анюта Ну, в учебе себя, конечно Не очень могла проявить Потому что мысли ее были заняты другим Но я надеюсь, что у Ани Все в жизни сложится Так, как она этого хочет Потому что она девочка добрая И открытая миру И хочется верить Что их любовь с Владом Будет продолжаться Я считаю, что я прям такая девочка-девочка Которая любит краситься Наряжаться Всякие Делать Короче, делать красоту Я очень сильно хочу Вот именно Вот в этой сфере Какой-то работать Может быть Быть визажистом Красить Там всех Делать людей счастливее Делать людей красивее Может быть Даже дизайнером Ну Вот В этой сфере Вот мне очень комфортно И я хочу этим заниматься Аня Очень Веселая Очень Добрая И очень смышленая девочка Которая также В любую секунду В любую минуту Поддержит Выручит И Никогда не пройдет мимо Очень хороший человек Очень красивая Очень добрая Жизнерадостная Она вообще хохотушка Очень творческая Ее видео Это вообще Огонь Очень смешная И она всегда Сделает тебя счастливым Смысл в жизни Наверное В том Чтобы потом Когда Ты будешь уже старым Уже совсем Чтобы ты Вспомнил Как ты прожил жизнь Что ты сделал Что хорошего людям Принес Там Не знаю Счастье подарил Еще что-то Как-то помог Мечты свои Реализовал В реальность Целей Достиг Чтобы ты просто Все это вспомнил И подумал о том Что ты прожил не зря Вообще Хотелось бы Очень хорошо Сдать ЕГЭ И Получить Высшее Медицинское Образование Стать Хорошим Врачом Либо же Стать Зубным Техником И Также Работать Заниматься Своей профессией Просто Сколько не перебирал Сколько не смотрел Больше никем Себя не могу Развидеть Классу С восьмого Начал Начал Интересоваться Смотреть Какие есть Вообще Существуют Профессии Кем можно быть Уже так Серьезно Не так Как там Раньше В первом В втором Классе Космонавтом Кем-то Продавцом Кем-нибудь Еще А так Более серьезно И ничего не мог Придумать Мне помогали Мои родители И подсказали Пойти В медицину Всегда И везде Пригодятся Твои руки Где бы Ты ни был Я хочу Помогать Людям Вот Стоматолог Заболел Зуб Что ты будешь Делать Сразу К стоматологу Мне кажется Люди Потом Благодарны И ценят Его Взяли Мы его В 10 Класс После того Как он уезжал Северо Байкальск Вернулся Решил учиться Все-таки На химбиопрофиле О чем мы Наверное С Владом Вдвоем Где-то Пожалели Я уж Наверное Точно Где-то Потому что Учиться Он не очень Хотел Но я надеюсь Что это желание К нему придет В мед Университете Или в мед Колледже Куда он обязательно Поступит В колледж Как минимум Он постарается Добрый мальчишка Добрый Но Ему нужна Твердая рука Я думаю Что ему Нужна Именно Помощь От каких-то Близких Которые бы Его Направляли Он очень Рассудительный Мальчик Очень 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 Добрый Очень Отзывчивый И Всегда В любой Ситуации Вообще В любой Неважно Что у тебя Случилось Он всегда Готов Помочь И всегда Готов Дать Нужный совет Который Реально Потом Тебе Поможет Хороший Добрый Мальчик Очень Веселый Я бы Хотела с ним Больше общаться И чтобы Мы поддерживали Контакт И чтобы У него в жизни Все получилось Смысл жизни Заключается В том Что Вот у тебя Появляется Семья Дети Чтобы Ты оставил След В жизни После себя Чтобы У тебя был Сын Дочка Чтобы Они так же Носили Твою фамилию И чтобы И вообще Чтобы ты понимал Что ты прожил Не зря Сделать что-нибудь Такое Чего еще не было Планирую Включиться На направлении Туризм И регионовидение С отелями Связано Отделено направление Но вообще В будущем Хотелось бы Побольше путешествовать И иметь Работу Связанную Именно С общениями С людьми Потому что Сидеть Вот бумаги Какие-то Перебирать Это же невозможно Я не понимаю Как этим люди Занимаются Наверное Уже Какие-то Там Основы Семьи Чтобы были Ну Молодой человек Уже и сейчас Есть Как бы Может быть Там Свадьба Не знаю Какая-нибудь Ну Честно Пока Это так На уровне Может быть Наверное Меньше всех Из ребят Я знаю Леру Потому что Лера пришла К нам Так скажем Не так давно В школу Но Сразу Показала себя Как личность Творческая Первое Что она сделала Как только Были какие-то Мероприятия Она сразу Говорила Давайте я Давайте я нарисую Давайте я туда пойду Давайте это сделаем Но Когда Вливается Новый человек В коллектив Входит Не всегда Коллектив Готов Ответить Тем же И Лере Пришлось Пережить Некоторые Моменты Привыкания Вот этой Адаптации И она Перенесла Это стойко И Это отдает Должность Ее характеру Ее Отношению К жизни Рисует Прекрасно Готова На самом деле Вот в этом Даже направлении Я думаю Что развиваться И не только В этом Я перееду Думаю Потому что Годика два Тут точно Еще побуду Родителям Все-таки С младшей сестрой Помогать надо Ну и Первое образование Наверное Здесь Все тоже Буду получать Примерно Года три То есть Где-то тут буду А потом Какой-нибудь Питер Москва Не знаю Мечты куда-то В большой город Поехать Чтобы там Развиваться Там все равно Мне кажется Образование Покруче Чем у нас В Новосибирске Будет Лера к нам Пришла Не с первого Класса Она пришла К нам Уже После В средней школе И Я первая Ее себе забрала Она очень Хорошая Подруга Она всегда поддержит Никогда не видела Чтобы она прям Ну Опустила прям руки Ничего не делала Она правда Очень трудолюбивая И всегда сделает Все что ты ее попросишь Всегда поможет Она очень отзывчивая Вообще Когда Лера пришла Она была Очень запнутая И Когда мы С Таней К ней подошли Она начала Постепенно Раскрываться И мы поняли Что Она может быть доброй Она может быть отзывчивой Первая девочка Из всего класса Которая подружилась Когда Наши классы Объединились Хорошая Добрая В целом Часто Легкомысленная Может рассказать то Что лучше не говорить И было сказано По секрету Но в целом Если знать о чем с ней говорить То она очень интересный Собеседник Она не стеснительная Очень трудолюбивая Очень хорошая подруга Сестренка Сестренка Младшая Буквально У нас скоро Родится В августе У нас разница с ним Восемнадцать лет Она пока расти будет У меня уже Свои будут дети Просто Я ей как тетя Какая-то Буду Я это Представляю Смысл жизни Наверное В семье Вот правда Это то Ради чего Каждый человек Работает Каждый день Живет В принципе Потому что Когда Выходишь После института Начинаешь работать А смысл Ты получаешь деньги Живешь для себя Но это же неинтересно Интереснее Когда Есть Маленький Какой-нибудь Ребетенок Бегает у тебя По дому А ты к нему Приходишь С работы Куда-нибудь Его в парк Свозить Куда-нибудь С ним погулять Что-то купить Как-то порадовать Ну Семья Одним словом Семья Приходишь Отковаться Отковывай Отковывая А через Открывай 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 Все вы сами Были Открывай Музыка Таня, девчонка, которая тоже многое в жизни добьется, уже сейчас практически, по-моему, сдала на права, получила, не получила. Ну, уже получит, если даже не получила. В семье очень ответственное, доброе. Имея младшего брата, она никогда не откажет в помощи. И если Танюху о чем-то попросить, она сделает стопроцентно. То есть, когда все остальные идут в отказ, Тань сделай, Таня сделает. То есть, Таня – это человек, ну, достаточно надежный. Я бы хотела уехать туда, где тепло. Я не переношу зиму, мне очень холодно. Хочу туда, где тепло. Может, даже в Сочи. Может, в Краснодар. Может, вообще просто уеду в другую страну, например, Казахстан. Но вот все-таки я хочу поступить на целевое, на историю общества знания. И в этой школе три года, получается, отработать. Может, даже остаться приходящим учителем или как-нибудь так. Открыть какое-нибудь свое дело и помогать маме. Она хочет открыть репетиторский центр. Я очень хочу, чтобы это получилось. И тоже буду там помогать. Может, даже это будет потом моим делом как раз. Таня – очень своеобразный человек, потому что она бывает веселой. Иногда может обидеться не из-за чего. Иногда просто может сесть и «все, не трогайте меня». А иногда с ней можно очень классно пошутить, даже кого-то подколоть. С ней классно общаться. Она очень позитивная такая, прям, правда, такая удивительная девушка. К ней хочется вот с ней общаться, тянешься как-то к ней. Веселая. Находит общий язык с людьми и поддерживает разговор. Помогать ближним, никогда не отказывать кому-либо в помощи. Потому что многим именно в тот момент в жизни это очень может быть важно для них. И если в этот момент не помочь, неизвестно, что произойдет дальше с этим человеком. А если ты ему поможешь, может он даже вырастет, там, я не знаю, да хоть даже президентом и изменит страну. Мало ли что может случиться. Любой сдвиг какой-то в жизни может абсолютно все поменять кардинально. Я пойду в архитектурный университет в Петербурге, пойду поступать в него. И, ну, рассчитываю на то, что я все-таки его закончу. А это второй университет России по значимости вообще имеет договоренности с разными странами, более 60 стран, и в целом, если получится сделать в нем, отучиться, то это значит, что я буду, ну, закончу второй университет по архитектуре, связанный с этим направлением в России. А это уже, как-никак, какие-то перспективы в жизни есть. Так что рассчитываю на то, что буду относительно обеспечен в своей жизни. У меня будут две квартиры. Одна для житья, другая как мастерская, чтобы работать можно было как художником. Я учусь рисовать три года, и в целом неплохо уже рисую. Но мне кажется, что у человеческого организма мало, когда я наступаю от пределов. Я бы хотел действительно приделаться их возможностей. Хотя бы часто уходить, работать прям с головой. Ну, сделай что-то такое, что никто еще не делал. Тимофей, он очень такой интеллигентный молодой человек. Я бы сказала, что он никогда не обидит девочек. Я думаю, что он очень дружелюбный, он всегда поможет, он очень умный, он молодец. Он постоянно меня тыкает линейкой. Я ему готова периодически воткнуть в глаз карандаш. Ну, а так, позитивный человек, он вообще классно, он еще рисует, вообще нереально. Думаю, добьется высот в архитектурной профессии, станет великим архитектором. Он очень странный, его иногда странно понять, но он очень интересный человек. И, в принципе, прикольненький пацанчик такой. Жизнь, это момент, ну, вот время от рождения до смерти, и получается, никто тебе не может сказать, что и как делать. И только ты будешь судить сам, как ты проживаешь свою жизнь в конце, ну, более-менее в конце, когда ты будешь осознавать, что уже ничего особого ты не сделаешь. И тебе, Анта, прожить его так, чтобы ты просто не стыдился, что ли. Я когда недавно увидела его детские фотографии, какие-то такие креативные, где он такой смешной маленький мальчишка. Сейчас, конечно, это взрослый молодой человек, который, возможно, не всегда, так скажем, может собраться, не всегда вовремя ждать какие-то работы. У него бывают такие творческие моменты, когда он может не очень ответственно к чему-то относиться. Я думаю, что в будущем как раз те качества, которые у него есть, качества, которые ему позволят быть таким, в общем-то, творческим человеком, может быть, свяжут свою жизнь с архитектурой, с изобразительным искусством. И, возможно, как раз там и он себя будет проявлять более активно. А если получится стать архитектором все-таки, то я хотел бы все-таки, чтобы Россия преобразилась, потому что история очень долгая, очень трагичная, красивая, эпичная одновременно. И очень жалко, что у нас так мало городов, которые имеют какое-то культурное наследие, потому что когда спросят, какой самый красивый город в России, скажут, Питер, и то почти никто не знает о том, что только центр Питера красивый, а остальное место — это обычные коммуналки и обычные серые панельки. Хотелось бы сделать из России красивую страну. Я считаю, что через 10 лет у меня будет хорошая семья, то, что я буду всегда поддерживать своих родителей, то, что у меня, может, даже не будет большого коттеджа, но у меня будет уютный дом, когда можно прийти вечером и отдохнуть. То, что связано с профессией, может быть, я посвящу свою жизнь именно детям. То есть я могу их учить, я могу их просвещать, в какое-то русло их подать, может, направить, обучать. Или я могу пойти по другому пути, но это будет противоречить моим устоям, как бы. Я хотела пойти на пилота учиться, потому что мне это очень нравится. Я занимаюсь в аэроклубе, где летала, мне это очень понравилось. Также я прыгаю с парашютом, но я думаю, что я не заброшу эту деятельность, то есть я буду и летать, и обучать. Я думаю, что у меня все будет хорошо. Первая девочка из Б-класса, с которой я вообще заговорил, познакомился. Дело было в девятом классе. Я, что-то сказал, в столовой случайной. В общем, мы сцепились языками, образно говоря, и началось общение. В конце девятого класса, когда я оставала экзамен, мы с ней опять же встретились, сходили в кино. Было очень весело, и в целом она оставила просто хорошее впечатление. Девочка добрая, взывчивая. Кристина моя лучшая подруга еще с пятого класса. Мы с ней даже, когда пришли в первый класс, мне мама рассказывала, мы с ней сели за одну парту, и только спустя вот четыре года начали прям очень сильно общаться и подружились. Она очень хорошая, добрая. К ней подойдет абсолютно любой человек, даже которого она не очень сильно знает, не очень много с ним общалась. Она всегда ему подскажет, что сделать. Блин, она очень добрая. Никогда не видела, чтобы она прям... Сделала что-то плохое. Она никогда такое не делает. И не сделает никогда. Она идет подход к любому человеку. И талантливый танцор, мне кажется. И в театре сможет где-нибудь даже сыграть, если начнет в творческом направлении развиваться. Всегда на позитиве. Даже если какие-то там плохие оценки или что-то, день какой-то не очень. Она старается этого не показывать, но вот по отношению к людям она всегда добрая. Творческая натура. Танцует, поет, играет на гитаре. Я даже не знаю, чего Кристина не умеет вообще. В хоровой студии провела с шести лет, и вот до восемнадцати практически. Научилась играть на гитаре. И прекрасно это делает. Хороший голос и достойная, конечно, дочь своих родителей. Ты должен жить, дарить любовь людям. Я считаю, что каждый человек должен оставить какой-то, может, оттенок или частичку именно себя в этом мире. Любить своих детей и помочь им в жизни как-то наладить с ними отношения, направить их в русло, чтобы, то есть когда следующее поколение росло, они становились намного лучше и лучше. Итак, приготовились. А сколько тайных? Пять минут, чтобы приготовить название команды. Первая команда. Итак, ваше название? Утопно тебе. Девиз? Наш девиз четыре слова, чтобы не сгорел на шишку. Дети, пожалуйста. Ну, что сказать про одиннадцатый класс в выпуске 2019 года? Однозначно могу сказать, что это веселые дети. Мне было очень приятно с ними работать. Считаю, что детки умные, добьются больших успехов, но при затрате волевых действий, соответственно, и если, конечно, они постараются все свои умственные способности направить в нужное русло. Надеюсь, каждый найдет из них свой жизненный путь, реализует себя и реализует в разных сферах и в семейной жизни, и в творческой деятельности. Ну, немаловажно, что у нас это, конечно, работа. Я думаю, каждый из них найдет свое место под солнцем. Четвертая? Четвертая команда. Итак, внимание! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ходила этим летом в поход, там мне так понравилось, это просто настолько заразье, я чувствую, буду каждый год ходить в эти горы, хочется залезать все выше, выше. Это когда ты идешь, это тебя проверка одновременно на стойкость, на то, насколько ты готов вообще выживать в лесу как бы сам. То есть мы таскали там с собой все, вплоть до палаток, до еды, заходили прямо на самые вершины. И когда вот ты стоишь на вершине, видишь вот этот чистый лес, гора и какой-нибудь водопад, там речка течет. Это так духов захватывает. Там просто и адреналин, и счастье, и радость, и все это одновременно. Сильно хотел бы побывать в Испании, в Барселоне. Архитектура города. Люди постоянно ходят довольно веселые. Атмосфера заряженная. На какую-нибудь тренировку в Барселоне или посмотреть матч в Барселоне. Любимая команда. Хочу в совершенстве знать английский. И, возможно, позже выучить китайский. Недавно я проводила опрос в Инстаграме, и там тоже был такой вопрос. И я даже долго думала, что куда. Но я ответила это Барселонам. Также Чехия, Прага, Золотое кольцо России, Америка. Южная Корея, возможно, Япония. Ну, такие развитые страны. Не сказать, что я сильно люблю море, полежать на пляже. Это как-то не для меня. Больше какой-то активный отдых. Горы. Хотя я никогда там не была. Но мне кажется, это круто. Ну, и, возможно, какой-то экстремальный отдых. Это тоже прикольно. Пока молодой, точно нужно это попробовать. Мы однажды с Хором ездили в Париж. На поезде, конечно, потом на автобусе. Это было все очень странно. Но мы были там в Диснейленде. Я очень хочу туда еще раз съездить. Потому что на тот момент у меня была сломана спина. Очень, ну, мне нельзя было кататься на этих горках. Я бы хотела съездить туда все-таки. И прокатиться на всех. А также в Японию очень хочу. Мне нравится культура. Я вообще хотела даже пойти в летное училище. Вот у нас здесь в Новосибирске есть. Но спросила родителей. Сказали, что, Таня, у тебя спина. Это не твое, тебе нельзя. Но все-таки, если может быть, то я бы хотела хотя бы спрыгнуть с парашютом. Я очень-очень сильно хочу в Нью-Йорк. Вот еще с детства, с самого, потому что вот фильм «Один дома». Вторая часть, когда он в Нью-Йорк попал. И там все такое красивое. Вот именно на Рождество, на Новый год. Все так красиво украшено. Люди такие ходят с подарками, добрые там по магазинам, что-то выбирают. Вот я вот посмотрела, вот эту картинку увидела, когда я еще совсем маленькая была. И все, у меня в голове загорелось, там лампочка сверху появилась. Я такая, все, я хочу в Нью-Йорк. Вот. И как бы свою детскую мечту очень сильно хочу реализовать. Смотрю там фотографии, как-то наблюдаю за другими людьми в интернете. Смотрю, как кто-то ездит отдыхать на Мальдивы, на всякие там, в Доминикану. Вот это вот тоже хочется попасть на острова, на какие-нибудь. Вот просто потому что там красиво. И песок, и такое море, океан. Вообще хочется очень сильно. Очень сильно я хочу заниматься танцами, но пока что у меня возможности такой нет. И вообще, в принципе, и танцами заниматься, и петь я очень люблю. Но у меня, Бог не дал мне ни голоса, ни слуха, но я все равно пою. Тем самым достаю маму и папу, но они все равно терпят. Вот. И так танцами я вот в детстве занималась, и я бы сейчас очень сильно хотела тоже начать заново заниматься, чтобы как-то в этом тоже продвигаться. У некоторых там, может быть, какие-то войны в странах. Некоторые, может, даже экологические проблемы. Но я очень бы хотела попутешествовать по миру, потому что это очень интересно. Нельзя замыкаться именно в одном городе, сидеть и работать. Рутина. Вот это вот я не люблю. Поэтому я бы хотела съездить в Париж, потому что, ну, мне нравится. Я бы хотела посмотреть на эльфовую башню, погулять бы ночью. Еще бы я хотела съездить в Питер, в Венецию. И пока что все. Ну, я хочу осчастливить свою маму, потому что... Так же и папу. Потому что у нее была мечта прыгнуть с парашютом. Вот. И я думаю, что это передалось мне, и я это осуществила. Но так как она очень сильно хотела, я хочу это осуществить. Вот. Потому что, когда прыгаешь с парашютом, ты ощущаешь совершенно другие эмоции. Ты чувствуешь себя свободно. И я хочу, чтобы мама это тоже почувствовала. Я хочу посмотреть на ее эмоции. Самое лучшее — понять смысл жизни, понять, кто я. А чтобы понять, кто я, надо увлекаться историей. Ну, понимать, где ты живешь, как ты живешь. И увлекаясь историей, я, ну, начал как-то по-доброму, что ли, относиться ко всем вообще местам в этом мире. И поэтому, в целом, я был бы очень рад посетить, ну, западные страны, такие как Францию, Германию. Побывать... Ну, можно бы в Берлине, в Праге. Можно бы еще заехать в Китай, наверное. Потому что, в целом, жизнь-то пошла из Китая и из Африки. Так что... Во всем мире, наверное. Мне кажется, было бы очень классно взять моих друзей. Они так получилось, что разбросаны во всей России. То есть, кто-то в Рязани, кто-то в Смоленске. Провести с ними недели две-три активного отдыха. Вот, там, на гироскутере покататься, на квадроцикле, может, по горам полазить, про что-то спрыгнуть. То есть, прям активно привести время, не пожалев денег, отдохнуть и испытать все свои возможности. Я хочу в Италию съездить. Ну, я очень люблю. Мне нравится. Не то, чтобы я любитель прям истории досконально, там, про всякие войны и формирование стран, но... Мне интересна архитектура. Как люди живут там в Европе или там, допустим, вообще там в Австралии. Просто спросить. Потому что... Ну, сидишь тут на месте, не знаешь, как люди живут. Вот, а там, во всем, все может по-другому. И расширить границы, как-то узнать больше. Хочу. Ну, я бы хотела изучить языки, потому что сейчас я знаю, ну, английский, немного чешский. Хочется выучить еще немецкий, французский, возможно, итальянский. Чтобы приезжать и говорить с носителями языка свободно. И уже понимать их мироощущения, как они вообще живут. Я очень хочу съездить в Америку, посмотреть, как это... Какая жизнь в кино и какая жизнь на самом деле. Прочувствовать вот этот дух свободы, поездить на машине по штатам. Ну, и в Париж еще очень хочется. Хочется сесть на газон, и когда их левобашни зажигаются миллионами огней, и вот это непередаваемое чувство какого-то счастья. Я бы хотел оказаться в том месте, где есть лес, где есть горы, где есть такой туман небольшой где-нибудь на высоте. Я очень люблю красивые закаты, восходы. Очень люблю пейзаж. Мне вообще нравится, когда зелень такая, река, например, трава зеленая. Я прям люблю небо. Очень красивое люблю. Я бы съездил, например, в Лондон. Мне нравится их архитектура, их дорожное движение даже, люди там, их кафешки, их цивилизация, в общем, этого города. Вообще, я бы хотел научиться танцевать. Мне очень нравится, как танцуют шафл, такой нравится, как танцуют драм и бейс. Это смотрится красиво, но я пробовал это очень сложно, а потом все-таки решил забросил это. Так же мне бы очень хотелось получить адреналин таким способом. Я бы хотел спрыгнуть с парашютом. Я бы хотел разогнаться на быстром мотоцикле. километров до трехсот, трехсот пятидесяти. Это прям бы у меня вообще в этом мурашки по коже пошли. Вообще, я очень люблю ускорение. Это мне очень нравится. То есть даже не в скорости дело, а в том, что за считанные секунды ты можешь оказаться уже в том месте. Ну, не знаю, я хочу побывать везде. Ну, так как я девочка, я хочу побывать в Париже, в Лондон хочу слетать. Везде я хочу. В теплые страны хочу, потому что уже достал этот холод. Это, не знаю, на Бали, на Дубай. Я раньше, когда была маленькая, я играла на фортепиано. Ну, как играла? Я никуда никакие в школу не ходила, ничего типа, как самоучка у меня был дома синтезатор, а я там что-то брякала. Вообще, я хочу научиться играть на фортепиано хорошо, потому что мне прям нравится. Я хочу в Амстердам. Не знаю, почему это меня привлекает. Для меня это какой-то такой город, такой, хороший по характеру. И вообще, мне просто хочется туда съездить. Он такой очень контрастный, и это так, неплохо. Я хочу во Францию, я хочу в Париж. Да я, ну, куда хочу. Я считаю, что мечта, она должна быть вообще неосуществляемой. Вот честно. Все остальное — это цели, а мечта — это там. Хочу, чтобы были единороги, ну, буквально говоря. Единорогов я не хочу, русалок тоже, а что я хочу, я не знаю. Мне всегда хотелось съездить в Америку. Не знаю, почему меня туда тянет, но я очень люблю Россию, и в нашей стране я бы хотела много где побывать. Я мало вообще ездила по России, вот, поэтому я очень хочу побывать в Сочи. Из такого ближнего нашего зарубежья — это Грузия, потому что мне там были родители, им очень понравилось, вот. В общем, да, в Америку бы я съездила, по Европе бы я тоже поездила, там, Барселона, что еще мне интересно. В Испанию бы я тоже съездила. В общем, не знаю, посетил бы все на Бали очень хочу, на Бали с друзьями. Надо ехать, мне все говорят. Вот. Ну да, я не знаю, нет такого места, в которое бы я не хотела поехать. Ой, сколько всего мне хочется. В общем-то, да. Что бы я хотела научиться? Наверное, быстро читать. Ну, в смысле, знаете, когда смотришь на текст, скорочтение — это прикольно. Да, собаку я хотела, у меня теперь она есть, я очень рада. Наверное, да. Я очень хочу выучить французский язык. Ну, как второй, например, в университете я бы взяла французский. Но, к сожалению, в мои года только немецкий. Ну, ладно, я немецкий выучу. Вот. Китай. Я бы хотела походить там по улицам, потому что там, не знаю, мне кажется, там красиво. Япония, Корея тоже. Очень хотела бы я в Исландию. Там есть пляж с черным песком. Тоже вот хотела бы посмотреть. А Индонезия, Бали, вот это вот джунгли, старые постройки, которые разрушены, руины. А Китай, ну, потому что для меня это страна очень такая развитая. Я очень благодарен своим родителям за то, что они еще с ранних лет возили меня по другим странам. Вот именно в Европу. Потому что вот именно благодаря ним во мне послал такой эффект декабризма, который еще называют. Потому что я действительно... Это позволяет мне более объективно писать о том, как у нас все плохо. Скажем так, потому что действительно есть с чем сравнивать. Люди с Грязгарат, вот допустим, та же Чехия, это маленькое государство с не очень большими ресурсами. Но там действительно люди, вот там уж не поверяются, поддерживают как-то экономику. У них действительно хорошая политика с мигрантами, потому что они не говорят вам, вот вам социальное обеспечение, вот вам дом, мы вам каждый месяц будем давать пособия, вы можете ничего не делать, не работать. Просто живите у нас. А Чехия так не делает. Наоборот, хотите жить у нас и любите работать. Я хотел бы как-нибудь лет так через 20 совершить повторный тур по тем же странам, в которых я прокатывался в детстве. Да и еще и посетить какие-то новые места. Просто чисто для сравнения. Потому что наш мир «Чопа Бери», он сейчас меняется крайне стремительно. Почему-то мне в первую очередь приходит мысль написать книгу. Я до сих пор не знаю, о чем именно, но чувствую, как-нибудь через пару, может быть, через пару лет толще журналистской жизни я обязательно найду какую-то идею и определенный смысл. Причем это должна быть какая-то социально полезная книга, которая определенно так или иначе сможет на таком-то день на какие-то действительно вдумчивые мысли. В Сингапур. Это любимый город моей мамы, и я хочу тоже с ней съездить туда. В Европу. Вообще посмотреть мир. Но в будущем я еще хочу стать космонавтом. Так скажем, это взаимосвязано с летным и слетать на Луну. Как это ни странно. благотворительный фонд для животных, людей. Хочу создать и помогать людям и животным, которые нуждаются в этой помощи. Я уже был в Европе, но есть еще города, в которые хотел бы посетить, посмотреть, как живут люди там, инфраструктуру. В первую очередь хотел бы съездить в Италию еще раз. Был там уже. В Чехию тоже еще раз бы съездил. В Австрию. Хороший компьютер, программное обеспечение. Хотел бы научиться создавать электронную музыку. Я бы хотела съездить в Испанию. Испанские сериалы про любовь там. Все такое горячее, что ли. И хочется увидеть эту жизнь. Океан, там все дела и солнце. И я бы хотела съездить в Испанию. Вернуться обратно домой. В 90-х, ближе к 2000-м, вышел сериал «Дикий ангел». Вот там Наталья Рейра, и она просто женщина потрясающая. Не знаю, я вдохновилась именно ей и хотела бы туда съездить. Я бы хотела прыгнуть с парашютом. Хочется адреналина, но мне кажется, я на это никогда не решусь. Очень страшно. Ну, вообще, я бы хотел, во-первых, побывать в Японии. Мне нравится там культура. Очень такая своеобразная. не похожая на остальную. Там интересные люди. Я также общался с некоторыми из них по интернету. Также я хотел, конечно же, думаю, в США. Там есть очень много интересного. Такие места, как каньоны. Каньоны, они там очень своеобразные. То есть в США в основном только есть такие красивые места. Там такая политика, выстроенная правительством. Ну, и вообще можно туда переехать жить. Ну, связано это, конечно же, с условиями жизни, которые там предлагаются. предлагаются. Вообще весь мой выбор, куда я хочу поехать, основывается на кухне. Я люблю готовить. И, наверное, это Италия, Франция в плане красивых мест. Я еще не знаю. Я хочу найти вот те места, которые прям душу выворачивают и туда поехать. мечта. У меня их много. Наверное, хочу совершить что-то безумное. Я не знаю. Просто я настолько скромный человек, что я не совершала ничего такого. У меня всегда такое, вы что, вы что, как это так, как человек в футляре. А вдруг что произойдет? Вот. Я хочу совершить что-то такое, что я запомню. И, может быть, это будет супер глупо, но зато будет, чтобы вспомнить. Ну, через 10 лет я уже закончу универ. Я думаю, получить права водительские. Профессию конкретно я не могу сказать. Потому что я не буду там конкретно каким-то экономистом, инженером. Но я точно знаю, что я буду работать с людьми. что возможно это будет связано с организацией каких-то мероприятий. Какие-то выступления, я не знаю, там, кто-то приезжает, ты это организуешь. Может быть, те же съемки за кадром что-то помогать. Обстановка, дизайн, что-то в этой сфере. я хочу в Питер. Я маме это говорю. Мне нравится архитектура. Я люблю, когда город красивый. Но в Сибирске я не скажу, что он прям плохой. И у нас довольно есть очень красивые улицы. Не знаю, мне хочется куда-то дальше. Куда-то в новое место. Ксюша Ковальчук это не просто отличница. Это не просто девочка, которая идет на золотую медаль и которая получит аттестат с отличием. Это девушка, которая танцует. Не всегда хочет это показать. Но я иногда вижу ее творческие достижения какие-то, которые через соцсети долетают. И это не тот ботаник, который просто сидит и в общем только учится. Много очень интересов и надежный друг, надежный человек, ну и красивая девушка, что тоже немаловажно. Очень добрый человек, очень умный человек, она всегда была отличницей, очень целеустремленная, она очень ответственная, она всегда может помочь. Ксюша очень веселая, энергичная, иногда сумасшедшая, танцует на улице, а еще она постоянно коверкает слова, у меня даже есть целый словарик, из коверканных ею слов, которые я записываю, иногда я напоминаю, она безумно смеется. Ну, например, не пуховик, а пуковик, говорит Ксения. Ну, то, что пришло на ум. мне кажется, смысл жизни в том, чтобы человек в конце своей жизни понял, что он прожил жизнь не зря, что он, ну, что у него была вся семья, любящие, близкие, рядом, что он был счастливым. Мне кажется, это то, что составляет жизнь человека. Лет через 10 я думаю, что я стану либо судебным медэкспертом, либо, ну, запасной вариант, я оставил зубной техник. Да, также я считаю, что через 10 лет я буду, ну, абсолютно такой же, только буду еще работать. У меня будут друзья, у меня будут машина, дом, семья, возможно, уже будет. И мы будем встречаться, узнавать, как дела друг у друга, будем отдыхать, будем везде вместе проводить время. Вот, также обязательно буду помогать родителям через 10 лет, про них никогда не забуду. И бабушки с дедушками еще, дай бог им здоровья. Про школу тоже не забывать, не буду. Может, даже приеду сюда, буду смотреть, как здесь все было, я буду здесь учиться. Потом даже детям буду своим рассказывать. У меня были такие учителя, были такие. Владим хороший человек, очень веселый, добрый, отзывчивый. Мне кажется, один из тех мальчиков, который всегда задвиж какой-то. Он всегда готов приси, поддержать, повеселиться, съездить куда-то. его не нужно просить, он всегда уже готов ехать. настоящий мужчина. Его ответственное отношение к жизни, к людям. При этом никогда бы нельзя было сказать, что этот мальчик занимается мотоспортом. Почти уже сдал на права, чего я ему очень желаю, чтобы он скорее сдал на права. И я думаю, что он будет настоящим мужчиной, опорой для своей будущей семьи. Я бы сказал, что смысл в жизни это радоваться, веселиться с друзьями, с родителями, проводить с ними очень интересное время. Просто надо использовать свою возможность жить, она у нас есть, и просто надо радоваться этому. Через 10 лет я однозначно с высшим образованием. Надеюсь, поскольку я буду учиться за границу, получить гражданство Европейского Союза и остаться жить там. Может быть, где-то на берегу моря в Испании открыть свой бизнес, кондитерскую, выйти замуж, может быть, ради детей, не знаю. Но точно такая спокойная семейная жизнь где-нибудь на берегу моря. Дарья это прекрасный человек, по крайней мере, единственный, наверное, из тех, кого я знаю, человек, который всегда тебя поймет, поддерживает в любой ситуации вообще, что бы ты ни натворил. Ты всегда можешь ей позвонить и спросить, не хочет ли она там погулять или что, мне кажется, она всегда согласится. А если там, допустим, у тебя какие-то планы срываются, ну, она всегда тебя поймет. Даша, она человек целеустремленный и она никогда не откажет, если ты попросишь у нее помощь. Она понимает, что делает, она всегда думает, прежде чем что-нибудь что-нибудь сделает. Вот, она, в общем, очень классный человек, всегда поможет, позитивная. Смысл жизни в счастливых моментах, с любимыми людьми, с семьей. Я вообще считаю, что в жизни есть какой-то момент, который ты запоминаешь и потом возвращаешься к нему, тебе становится настолько хорошо и тепло на душе, что это, наверное, самое главное. В этом и есть смысл жизни. Даша, наверное, это самая взрослая девушка в моем классе. Я думаю, что Даша уже простроила свою жизненную траекторию на много-много лет вперед. Она уже знает, где за границей она будет учиться. Я думаю, Даша уже наметила, где она в будущем будет работать, какой бизнес она построит. И я уверена, что она его построит. Даша целеустремленная, хорошо знающая и понимающая, что она в жизни хочет и она этого добьется. Но при этом она ранимая, добрая и нежная девочка, хотя не всегда это показывает. аппаратный номер почитайте. Четвертый. В первом месте, первый, трех, пять, шестеревых... Коллегам, а не больше, пять, шестеревых, четыре, шестеревых, шесть, шесть, восемнадцать, десять, твадцать, шесть, 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 шесть. Повторим о чем, одиннадцати, повскоришься на следующий, одной человек, в его умырку с ребенка. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Больно. Больно. Я я не понял, а что это за смех? Чего? Что? 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 Переводили. Ладно. Начинаем. Ладно. Вместе. Так, сейчас разминочка. Немножко оближение. Пока обычно. Потом, что взрывая. Покажем, на что вы готовы. Честно можете. Так, сегодня планеты. Пойдем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, я рад, что этот Одесский класс у меня с маленьких классов, то есть началки я их веду. Класс очень дружный, спортивный, классный. То есть я действительно рад, что у меня такой был класс. Ну и хочу, чтобы в дальнейшем пожелать вам, чтобы у них все в жизни сложилось. Чтобы они то, что хотели, они в жизни достигли. И главное, чтобы оставались людьми и чтобы дружили со своими детьми своего класса. Но не забывайте нас, учителей, приходили действительно в школу. Ребята, удачи вам, счастья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Так скажем, чтобы она не обидела этих людей, которые рядом. Это замечательный человек, очень добрый, очень искренний. Я очень благодарна, что я ее знаю. Она замечательная, правда. Она очень моя близкая подруга, одноклассница. Всего два года, но она правда клевая. Мы сразу подружились. К нам пришла во втором классе. Сначала мы не заобщались, потому что я как бы дружила с другой девочкой. Но потом мы начали очень хорошо общаться. Мы начали дружить, ходить в гости с ночевками. А потом вот эта вот дама, вот эта которая, у меня ее забрала. Она отняла у меня Настю Кувяткину. Ну ладно, я не обижаюсь, это как бы нормально все. Трагическая нотка. Трагическая, сейчас заплачу. Хорошая девочка, я ее люблю. Ну вот лично для меня, наверное, быть счастливым. Не важно, в каких-то ты жизненных ситуациях находишься. Может быть, все очень трудно на каком-то этапе твоей жизни. Но главное это в любом случае получать удовольствие. Даже если ты остался один, получать удовольствие от времени препровождения с самим собой и развиваться, развитие. Да, в первую очередь развитие. И любовь. Любить не обязательно можно вторую половинку. Можно любить себя, можно любить природу, путешествия. В общем, у каждого это что-то свое. Знаете, кем бы я ни стала, я хочу, чтобы главное занималась любимым делом. Это абсолютно точно, чтобы я ценила все вокруг, что происходит. Видела какие-то смысл во всех вещах и была счастливой. И я, не важно, чем я буду заниматься, не важно, поступлю или не поступлю, где я вот учусь, какая у меня будет профессия. Главное, чтобы я ее любила. И главное, чтобы это было мое любимое дело. Я поступаю на журналистику. Я хочу стать журналистом. Надеюсь, хорошим. Это самое главное. И, ну, пока что я очень люблю это дело. Не знаю, буду любить дальше или не буду, или что со мной дальше будет вообще. Я не знаю, что будет завтра, а что будет через 10 лет. Я точно не знаю. Вот. Но пока что мне это нравится, я хочу этим заниматься. Настя и сейчас, на данный момент, это человек, на которого я полагаюсь. Даже если меня нет, я знаю, Настя проведет репетицию, заставит выучить слова, выразительное чтение, отрепетирует с Тихоном, или заставит Марка творчески-театрально прочесть какую-то часть сценки. Настя, конечно, человек не только творческий, она лидер, организатор. Она к этому шла не так просто, когда в классе не один лидер. В классе достаточно много детей, которые хотят себя проявить. Но Настя все-таки пробилась, ее звездный час настал. Как раз вот в 10-11, а особенно в 11 классе, она себя ярко проявила как лидер. Честно говоря, ну, нас соединили, наш класс. И, ну, как-то я особо не обращала внимания, я просто знала, что вот она есть и есть. А потом как-то так наша жизнь закрутилась, завертелась, что в 10 классе мы стали хорошо общаться, и вот сейчас мы очень хорошие подруги стали. Вот, очень много моментов с ней произошло, и за это время общения я поняла, что она самая настоящая душа компании. Постоянно какие-то идеи, придумки, задумки, всегда она это все поддерживает. В общем, такая легкая на подъем. Вот, она очень хороший человек, мне она очень нравится. У нас были маленькие ссоры, когда мы были в параллельных классах, но сейчас, когда нас соединили, мы стали хорошо общаться. Ну, не так хорошо, как Настя, но получше все-таки. Хорошо пообщаетесь. Каждый сам выбирает, как ему жить, чем ему заниматься. Я считаю, что вообще нельзя других людей в этой сфере как-то осуждать, что они занимаются чем-то не тем, что они... Может быть, они не ищут этот смысл жизни, и люди начинают, почему ты это не делаешь? Пускай не делает, ему это нравится. Главное, чтобы он получал от этого какое-то удовольствие. А так смысл жизни у всех разный. Я считаю, что нужно... Все должно начинаться с любви, с любви к себе, к своему делу, к окружающей среде, к окружающим людям и так далее. И поэтому я не знаю, какой у меня смысл жизни. Это сложный вопрос, правда. Это очень сложный вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, мама. Че, цель? Я тебя люблю. Да? Че, ты случилось? Нет, просто... Говори сразу. Нет, просто сказать, что я тебя люблю. Да, какой улыбок. Я тебя тоже люблю, ты мой хороший. Ты самый любимый мой. Слушай, мама, я тут хочу тебе сказать. В общем, я тебя очень-очень люблю. Так. Говори. Че, случилось? Ничего не случилось. Я тебя, правда, очень люблю. А-а-а. Прикол? Я тебя тоже. Алло, привет, пап. Я тебя люблю. А че случилось? Ну, просто я решила тебе сказать, что я тебя люблю. Ой, да как я тебя люблю-то? Это вообще труба. Ну, приятно слышать. Алло. Алло, мам. Я тебя люблю. Че, я тебя люблю? Я тебя тоже люблю. Очень сильно. А че случилось? Ничего, просто люблю. Че с тобой? Доченька. Ничего, все хорошо. Я тоже тебя люблю. Да? Алло, мам, привет. Привет. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. А че дальше? У них надо? Нет, просто сказать надо. Просто сказать? Да. Важно это. Ну, ладно. Алло. Пап, привет. Привет. Я тебе звонил, если у тебя с собой карточка банковская, вот и обычная. Алло. Пап, я тебя люблю. Если у тебя с собой карточка, и у тебя есть время и возможность, мы хотим просить тебя, если ты в аптеку зашел, купи мне два лекарства. Все, спасибо. Давай, пап, я тебя люблю. Алло. Че, Масл? Привет, мам. Ага. Мам, а ты знаешь, у меня есть для тебя кое-что такое важное. Что такое? Мам, а ты в курсе вообще, что я тебя очень сильно люблю? Конечно. Конечно. И я тебя тоже люблю. Да? Ну, это хорошо же? Да, конечно. Конечно. Пап? Да. Я тебя люблю. Что дальше-то? В смысле? Ну, люблю я тебя. А ты меня любишь? Ну, да, и че? Ну, значит, хорошо, я спокойна. Ну, да, лучше. Пап, привет. Здравствуйте, привет. Как твои дела? Ну, не надо так заходить, если далеко. В смысле? Куда далеко заходить? Ну, а че, говори. Пап, я тебя люблю. Ну, и че? Ну, как че? Я тебя люблю. А я тебя тоже люблю, и че? Нет, я просто позвонила. Говорю, что люблю тебя. Ой, давай, давай, давай. Все, ладно, давайте. Все, получится. Давайте. Ладно, давай, пока. Алло, мам. А? Ну, я хочу сказать, что я тебя люблю. Что, че? Что я тебя люблю. Да? Да. А что случилось? Ну, ничего, просто так. Я звоню по этому поводу сказать, что я люблю тебя. Не знаю, я тебя люблю. Очень интересно. Да. Алло, мамуль, я тебя люблю. Че? Ну, звоню тебе, чтобы сказать, что люблю тебя. Да, ну, спасибо. А ты меня, мам. Я, ну, тоже. А что случилось-то? Да все хорошо. Да, дочь. Ну, че, закончила там у тебя? Мы уже в Медведице ждем тебя вообще-то. А я тебя люблю вообще-то. Ну, хорошо, дальше че? Ну, все. Ну, все. Ну, че? Че ты звонишь-то? Ну, и сказать, что я тебя люблю. Ну, хорошо, я тебя тоже люблю. Алло. Алло, мам, привет. Можешь говорить? Да. Мама, я тебя люблю. Настя, говори быстрее. Я тоже тебя люблю. Сильно любишь? Да. Я тебя тоже люблю. Тогда придешь. Не знаю. Ну, че хохочешь-то? Я тебя люблю. Еще раз говорю. Ты где? Ага, дочь. Алло. Алло, мам. Ну, я хочу, знаешь, что тебе сказать? Что? Что я тебя, мама, очень сильно люблю. О, я тебя тоже люблю. Тоже меня любишь? Конечно. Ну, ладно, давай, я скоро домой уже поеду. Алло, мам, привет. Ага. Я тебя люблю, мам. О, Господи. Я тебя тоже люблю. Давай, че ты домой-то, когда приедешь? Скоро, мам, скоро. Алло. Алло, мам. Привет. Ну, че ты? Я тебя люблю. Ну, и что такое? Просто позвонила. Сказать ей, что я тебя люблю. Кто там у тебя мозги причистил? Никто. Просто сказать решила. Алло, мам. Я тебя очень сильно люблю. А? Я тебя очень сильно люблю. Да? Спасибо. Я тебя тоже люблю. Даже в честь этого тортик купила. Хорошо, поедем вместе. Ага. Алло. Я тебя люблю. Да ты что? Я так рада. Я тоже тебя люблю. Я знаю, что у тебя ничего не случилось. Да хорошо. Я тоже, сынок, тебя очень люблю. Я чувствую, что у тебя было. Все хорошо. Алло, Даша. Привет, мам. У тебя все хорошо? Да. Отлично. Че, будет плохо сейчас? Нет, не будет. Я хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. Да? Да. Приятно. Почему? Ну, как это объяснить? Просто я очень сильно тебя люблю. Ты мне самая лучшая на свете. Ну, спасибо, моя радость. Я тебя тоже. У нас взаимные чувства. Да? Привет. Мам, я хотел тебе сказать, что я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Что случилось? Сказывай. Ничего не случилось, мам. Ничего такого. Подожди, подожди. Это очень странно. Что сделал? Я ничего не сделал. Ты мне звонила, чтобы сказать, что ты меня любишь? Да. Почему? Просто так. Дениска, я переживаю. Что случилось? Ничего не случилось. Мы просто записываем твою реакцию и все. Что сранится? Че, Катюша? Че, Жоша? Да не, ничего. Хочу позвонить. Вот тебе сказать, что я тебя люблю сильно. Да? Ты что? Да. А я и не сомневалась. Да? Да, я тебя тоже очень люблю. Я знаю. Че, у вас там съемка поднялась? Я тебе руку сила? Да. Я тебя тоже очень люблю, доченька. Ну, я вижу себя в сфере информатики, экономики. Ну, специалистом каким-то узконаправленным, либо программист, ну, что-нибудь такое вот. Хочу заниматься спортом, добиться чего-то в этом спорте. Биатлон, биатлон, хоккей, что-то из этого смысла жизни человека, но, по моему мнению, кажется, вырастить детей, воспитанных, умных, прожить хорошую жизнь в достатке, найти себе хорошую семью, создать. Димка Гуриянов. Димка тоже интересуется, как и Вадим, техникой, цельный парень, немногословный, много говорить не будет, но если нужно, все сделает по делу и, в общем, никогда не подведет в той ситуации, где нужно будет его участие. Считаемся лучшими друзьями. Пожалуй, из класса мой самый лучший приятель. Увлекается он компьютерными играми, увлекается также спортом, ну, смотреть его именно. А занимается он, занимался биатлоном, он любит научные открытия в компьютерных технологиях. Общается только со своими какими-то близкими друзьями, а новые знакомства он заводить не так уж и очень любит. Я думаю, что с ним очень приятно общаться. Иногда слушаю там шуточки смешные какие-то, говорит. Я стану пилотом гражданской авиации, буду летать под просторами нашей страны. Меня кто-нибудь услышит, кто-то по радиосвязи. Вот я, командир корабля Левинска, Ангелина, управляю этим судном сегодня. У меня будет семья, муж, двое детей. У меня будет все хорошо и прекрасно. Такое светлое будущее. Я вообще не отсюда. Я из Украины в 2014 году приехала. Вообще я ехала в Красноярск. Поезд, у меня билет был до Красноярска, но в Красноярске нас уже никто не ждал. И нам пришлось в поезде решиться, в каком городе нам высаживаться все-таки. И мы решили высадиться с моей мамой в Новосибирске. И ровно в 6 утра, 6 августа, я ворвалась в город Новосибирск без, так скажем, предупреждения. Приехала в город Новосибирск. Ангелина – это та девчонка, с которой я сижу, получается, вместе уже сколько? Уже года так 4, наверное. Ну, не совсем на постоянной основе, но довольно-таки часто. Ангелина – это одна из самых прилежных учениц, которые я когда-либо знал. Причем так вышло то, что у меня самый худший почерк в классе, а у нее один из самых лучших, если не самый лучший. И именно поэтому ей довольно-таки сложно мне что-либо списать. А впрочем, она мне довольно-таки часто помогает с домашними работами, потому что, опять же, она довольно-таки прилежно учится. Я тоже люблю ее посписывать. Ангелина всегда поможет. Вот это, что у нее не попроси, она все даст, она все придет на помощь. Очень хороший человек, добрый. Ангелина, самое имя от слова «ангел», она на самом деле вот такая девочка, девочка скромная, спокойная, старающаяся не выделяться, старающаяся где-то находиться в стороне. Она, находясь в стороне, у нее есть свои внутренние мысли, которые она не всегда высказывает, но это чистый, светлый человек. Поэтому я думаю, что и мысли-то у нее такие вот чистые, светлые. И когда ее мнение спрашиваем, то действительно оно бывает прямо вот иногда очень в точку попадает там, где это нужно. Один человек не может существовать, ему нужны еще люди. И поэтому не только для себя, но и для других. Все-таки мы родились, чтобы еще воплотить как бы в жизнь других людей и родить, равножаться, воплощать свои мечты. Вот так вот сразу, тяжело выбрать, чем ты будешь заниматься всю жизнь свою в таком возрасте. И поэтому как-то примерно, думаю, стилист, может быть там по одежде, фотограф мне нравится, видео мне тоже нравится снимать. Одежда. Мне нравится, как выглядит одежда. Красиво. Люблю, когда все красиво. Хотелось бы куда-нибудь и уехать в другой город. Если в России, то в Питер бы хотела. Потом как получится. Ну еще мне очень нравится Азия. Вот. Китай. Я китайский раньше учила. Вот. Но бросила, потому что очень тяжелый язык. Девушка-загадка. Влада – это такая девчонка, которая на первый взгляд не скажешь, о чем думает, какие у нее представления о жизни. Но мне кажется, это такой цельный человек, который знает уже, чего она хочет в жизни и не предаст. То есть это тот человек, который, конечно, имеет уже достойную позицию в жизни. Ну, даже несмотря на то, что с Владой я учусь еще с самого первого класса, но мы не так уж и часто пересекались. Да, мы... Да, бывало, я помогал ей по-разному, да и она мне тоже. Влада довольно тихая, довольно спокойная. Она спокойная, тихая девчонка. Она умеет выкрутиться из любой ситуации. И бесцельно жить вообще, типа, не жить, можно так сказать. Ставить себе хоть и маленькие цели, но все равно добиваться маленькими шажками. И делать то, что тебе нравится. А не слушать других, как сказали другие, так и делать. Потому что так надо. А вот делать то, что ты хочешь действительно, то, что тебе интересно. Я, конечно, понимаю, то, что мои представления о моем дальнейшем будущем могут быть весьма такими утопичными, нереальными, но все еще. Я хочу в это верить. Честно говоря, да, я хочу стать журналистом, все еще. Как бы кто-либо меня не отговаривал, но я хочу действительно этим заниматься просто потому, что... Но я люблю помогать людям. Вот правда. Да, у меня не самые такие хозяйственные руки, я не могу там, не знаю, крам подчинить или что-то наподобие того, но я могу писать тексты. Я понял то, что я это умею и хотя бы так могу приносить пользу людям, рассказывать о чем-то. Каждый день доносить до людей какую-то новую информацию, которая сможет им помогать. Также я хотел бы найти для себя какое-нибудь хобби. У меня есть музыкальный инструмент, на котором я никак не могу выкаить время для того, чтобы научиться на нем играть. И я надеюсь, что у меня это получится. Может, даже свои композиции напишу какие-нибудь, экспериментальные весьма. Он веселый человек, умный. Я с ним сижу с седьмого класса, точнее, с восьмого. Часто у него списываю, все об этом, наверное, знают. Он рыжий. Не знаю, будущий журналист. Я надеюсь, что его мечта осуществится. Он очень быстро разговаривает и болтует. Это все знают и все опасаются с ним общаться. Потому что все, на час, на два застрянешь. Он всегда поможет, подскажет, даст списать. Если что. Он хороший друг. Верный товарищ. Андрей Стрелец, будущий журналист. Движется к этой своей цели. Сейчас занимается нашим журналом «Стерх» школьным. Я знаю, что и в НГУ проявлял себя на каких-то мероприятиях, связанных с журналистикой. Мальчишка, о котором мы услышим. Он не такой яркий, может быть, в плане того, что не готов всегда говорить. Не очень он открытый в этом плане. Но я думаю, что то, что он будет журналистом, 100% где-то мы о нем услышим. Это довольно-таки логично, что нужно оставить после себя какое-то определенное напоминание, либо память просто потому, что не столько завидую, сколько действительно понимаю, что те люди, которым сейчас ставят памятники, они действительно что-то значат для истории, для нашего общества. То, что они действительно не какое-то пустое место. Тот же генерал Жуков, гениальнейший маршал, который во время Великой Отечественной войны помог, да не то, что помог, выставил на себе практически все самые основные центральные удары фашистской армии и помог, собственно, отбился от них. Когда кто-то рассказывает про тебя кому-либо в будущем, там, может, через 10, через 20, самое важное, чтобы у тебя история об этом человеке как-то вдохновила, позволила тебе как-то двигаться дальше. Честно говоря, если, допустим, мой жизненный путь кого-нибудь так же через, может быть, 100 лет, может, через 150, а также впечатлит и позволит замотивироваться кому-либо, то я буду действительно счастлив, пусть даже и не увижу этого, может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу вспомнить поездку нашу в Дендропарк, который недалеко от зоопарка находится. Мы так съездили, получается, в девятом классе. Мы еще в разных классах были, то есть был А и Б класс. Ну и наши классы поехали вместе туда. Ну, мы сначала там гуляли, веселились там, ходили, получается, по лесу гуляли. Там была речка, мы тоже там, ну, скажем так, тусили. А вот в чем заключается загвоздка такая? Получается, мы с группой небольших людей остались на одном месте и не знали, где наши. Ну, я такой подумал, ну, а где они могут быть, наверное, на выходе где-нибудь. Пошел на выход из этого парка. На выходе никого не нашел. Мне позвонили, сказали, типа, не иди никуда, останься на месте, сейчас за тобой придут. Пришли за мной человек, сказал, типа, ну, что-то уже будешь идти туда. Можешь возвращаться. Я такой, ну, блин, придется вернуться назад, ну, то есть домой, я имею в виду. Случай на уроке ИЗО, по-моему, был. Учительница привела знакомого своего, он принес с собой, он занимается реконструкцией боев средневековых. Он принес с собой мечи всякие, там, щиты. Мы всем классом веселились там, устраивали тоже, скажем так, некие реконструкции боев. В том году мы выезжали с классом на, ну, природу какую-то, базу отдыха. И там нас заставляли проходить полосу препятствий. Я, конечно, владею своим телом, но я немножко неуклюжая. Ну, в общем, там была сетка, и нам надо было по ней проползти сверху. Ну, так случилось, что я чуть ли не упала, и, ну, потом было очень весело и смешно. Это было очень забавно. Просто нога провалилась вниз, и я висю, вишу, и я не понимаю, что мне делать, потому что я никак не могу выбраться, а все встают и смеются. Ну, так же мы вот выезжали с классом в лагеря разные. Очень трогательно и мило, что мы сидели на последнем, вот, последнюю ночь, последний огонек вот этот, и, ну, как-то очень трогательно слышать всякие разные приятные вещи. Ну, была история. Мы ездили где-то в классе четвертом, третьем на фабрику игрушек, и нам каждому давали чехольчик такой, вшитый, мягенький. Вот, одна девочка не смогла поехать. Я тогда на тот момент с ней дружила, ей папа не разрешил. Ну, какие-то у нее моменты были, вот. Я приехала и подарила ей этот чехольчик. Она так рада была. А потом меня похвалили, а я не знала, почему. Ну, типа, как бы, это же само собой разумеется. По-моему, в прошлом году, на день учителя, мы с товарищем вели урок труда в пятом классе. Было забавно довольно-таки. Не в своей тарелке себя чувствовали, дети нам вопросы задают, мы ничего толком не знаем. Так вот. Это было в первом классе, точнее, я пошла в первый класс и очень рвалась пойти в школу. Это рассказала мне моя мама, я это сама не помню. Прошло первое сентября, прошел первый учебный день, второй сентября. Я вернулась со школы и удивлена была в том, что я спросила у мамы, мама, почему ты не сказала, что там надо учиться? И что нужно делать домашнее задание. Для меня это было удивлением. Я ноги ломала в школе, постоянно с костылями ходила. Один раз пошла в школу, подскользнулась, и у меня нога прям под машину попала, переехала. Я дошла до школы или как, вызвали скорую, отвезли. Вот. А второй раз с одной лесенки упала, поскользнувшись на сыре. И все, трещина в ноге была. Вот. Ходила с костылями. Носили мальчики. Помню, как мы с классом, в классе, может быть, четвертом, третьем. Я жила тут недалеко, и дома у меня лежала пачка кирьешек, прям вот много кирьешек. Я просто взяла весь свой класс, почти весь свой класс, и мы пошли домой ко мне. Взяли эти кирьешки и гуляли. Ну, к примеру, вот это было практически недавно, буквально неделю назад, в предыдущий понедельник, я случайно сел с... Ну, как случайно. Мне просто не хотелось писать самостоятельную работу одному по русскому языку. И так получилось, что я сел к Кристине Байрашиной. Мы с ней так-то обычно не общаемся, но в этот раз просто пришлось сесть вместе. И в итоге у нас получилось так, что та работа, которую Кристина писала в прошлый раз, сейчас пишу я. И наоборот. В итоге мы просто обменялись теми исписанными листочками, переписали все друг от друга, и так хорошо написали самостоятельную работу. Я надеюсь, что до выпуска это никто не услышит. В общем, учитель, которого я еще не назвала, это Юлия Ильинична, учитель биологии. Она тоже к нам пришла в классе в девятом. В общем, мы так прям сразу с ней спелись. Она такая заводная у нас. И, ну, поскольку мы понимаем, что она с нами на одной волне, мы такие пранки, значит, каждый урок делаем. То мы напишем что-нибудь на доске, там, Юлия Ильинична ванлав, но она почему-то не всегда это заценивает. Еще у нас у мальчиков есть такой прикол. Они откручивают ручки. Я вот, да, знаете, даже себе записала, чтобы ничего не забыть. Вот недавно мы писали пробник по математике. Вот буквально, там, четверг на той неделе. В общем, и мы прям как на настоящем пробнике сидели и ждали свои варианты. В общем, как на настоящем ЕГЭ, я хотела сказать. В общем, мы сидим, ждем. Ну, нам же скучно ждать. В общем, мы решили, что надо написать, что у нас идет ЕГЭ. Мы написали, идет ЕГЭ. Поставили это вот так вот возле кабинета. Девочки приходят, которые вышли из кабинета, начинают ломиться. Девушка, которая сидела с нами, чтобы, ну, наблюдать за нашим пробником, не может открыть дверь. В общем, это было забавно. А еще, 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 что-то еще хотела. А, также на нашей математике, в общем, на математике самая смешная история у нас. Мы забрали пульт от проектора, и учительница, ну, долго не понимала, где он. Мне почему-то стало очень смешно, потому что нам его просто подкинули. Мы сидели на последнем парте, нам его подкинули, мы не знаем, что делать. Ну, как бы возвращать это, подумать, что мы его украли, мы его не украли. Ну, мы с Настей сидели. В общем, это было очень смешно. Ой, я могу рассказать и трогательную, и веселую. Расскажу сначала веселую. Это было связано, когда я была в восьмом классе. Вот, тогда мы еще были не соединенные, были разделенные, вот, и это было в моем, в «Б». И меня почему-то единственное не было на перемене в классе. Я куда-то ушла, я не помню, куда я уперлась, меня одной не было. И они решили пошутить смешно, очень смешно. Я прихожу в кабинет, у нас была история. Нам говорят, садитесь, мы садимся. Ничего не происходит. Мы думаем, ну, все нормально. Ну, как бы я одна не знала, что сейчас будет какой-то прикол. Педагог говорит, подождите, подождите, встаньте. Вот тут я что-то заподозрила, но я ничего не сделала. Вот, мы встали, опять она говорит, садитесь, я сажусь, и подо мной начинает что-то взрываться. Знаете, мне было очень страшно. В радость что-то начало взрываться. Я не понимала, что происходит. Я первые пять секунд просто сидела, ничего не понимала. Потом подорвалась, начала кричать. Весь класс смеется, всем очень смешно. Но оказалось, они принесли колонку портативную такую, которую без этого. Накрыли чем-то салфеткой, чтобы я ее не видела. Поставили под стул, и когда я на него села, кто-то включал на своем телефоне вот эти взрывы. Я очень напугалась, что потом что-то взрывается. Вот, ну, всем было очень весело. И педагога они предупредили, чтобы она одновременно так всех посадила. В общем, шутка удалась. Наш первый учитель, Ирина Васильевна, у нее тоже свой класс. Ну, это понятно, что люди, дети приходят и уходят. И мы в восьмом классе, когда ее класс четвертый выпускался в пятом, мы пришли к ним на выпускной. Ну, лично я проревела все, весь час, который они были в выпускной. Потому что были похожи номера, были похожи мы. Мы сидели с наклассниками и искали в этих детях себя вот в них. Ой, это было очень трогательно. И в конце мы подарили цветы, я говорила какую-то речь. Я уже заикалась, не могла ничего говорить, потому что я и ревела вообще такими слезами. Вот, но это была такая трогательная история. Ирина Васильевна тоже там плакала, и все дети стоят, и все такие глаза. Но такая вот трогательная история. Ирина Васильевна мы тоже очень любим. Всегда любили. Когда я была в начальных классах, мне мама это постоянно рассказывает. У нас был директор Ярослав Николаевич. И я бежала по коридору маленькая, ну и куда-то засмотрелась и прям врезалась в него, прям в живот. Вот что интересного и смешного. Это был последний день четверти, и нам не хотелось сидеть. Последний урок, но нам не разрешали с него уйти. И в общем, мы были на втором этаже, решили просто сделать вид, что мы вышли. И скинуть наши портфели из окна, забрать их потом и пойти домой. Вот так и получилось. Как-то раз мы с моей подругой решили прогулять литературу. И в общем, сбежали из школы. А когда вернулись, сидели на первом этаже, а там у нас есть колонны. И мы слышим, как идет наша классная. Мы понимаем, что мы не можем перед ней спалиться. Спрятались за эти колонны, она была буквально в пяти метрах от нас. Мы стояли, смеялись, но в итоге она нас не спалила. Ну и мы удачно прогуляли литературу. Это было где-то на классе в седьмом. У нас была перемена, уже конец перемены. Прозвенел звонок, и мы кидались пеналом одноклассника. И один друг, он попал в лампу, которая очень дорого стоила. И все такие не поняли сразу, что происходит. Потом его сразу же заметили, к нему зашли, его забрали. В десятом классе, когда нам дали задание по группам, по истории. И мы сидели, просто ничего не знали, что ответить. И все это время, которое у нас было, мы просто так разговаривали и думали, что же отвечать, что же отвечать. В общем, вызывают у нас человека, Василий Ницин Марк его звали. И он выходит, ничего не знает, и просто начинает импровизировать. И такое рассказывает, я таких слов даже не знаю, но он все-таки на пять вытянул нашу группу, и нам всем поставили пятерки. Не знаю, какой это класс был, но у нас был мальчик Влад, и история была такая. За ним бежал одиннадцатиклассник, не помню по какой причине, но он бежал. В итоге он забежал в 402-й кабинет. Ну, видимо, что-то не рассчитал и врезался в стену. А потом, когда отошел от нее, там такая большая вмятина была. Она будет смешной только для тех, кто это видел тогда. Это когда мы ставили сценку с учителем русского языка Ириной Юрьевной. В общем, она предложила идею сделать мюзикл, даже не мюзикл, как постановку Хармса. И абсолютно бессмысленный сценарий. Но именно в том, что этого нет смысла, мы когда выступили с ним, всех это, конечно, покорило. Даже в том, что в этом нет смысла, это раз, все это запомнили, а второе, это то, что было очень смешно. Мне было интересно. Мне нравилось, что мы собирались, что вообще люблю этот процесс, когда мы что-то делаем вместе, когда какие-то мюзиклы, подготовка там. Понятно, там случается все, и ссоры, и там, я не хочу, я не буду, почему-то не пришел. Но в итоге получается все очень классно. Я помню один момент, что мы с Таней, когда дежурили в столовой, то ли как-то забегались, то ли что, мы поставили целую такую большую кастрюлю на стол, пошли, и такой грохот, ба-бах! И, короче, вся столовка была в супе. Это было смешно. Мы пошли с вениками убирать. Помню, у нас было время, то есть начальные классы, когда мы покупали лизунчиков вот этих, которые по стену, типа желейки. И мы постоянно их то на стену закидываем, то на потолок, что потом они там и оставались. Мы с друзьями, ну, всем классом, а еще тогда уехали в Табучинский санаторий. И так получилось, что мы случайно закрыли дверь, ну, в комнате нашей. Там было три мальчика, я, Дима и Денис Злобин. Все из нашего класса нынешнего. В общем, к нам начали стучаться, ломиться, потом постепенно все это стихло, и почему-то Денис залез в шкаф, я не знаю почему. Когда мы открыли дверь, ну, так получилось, все-таки смогли это сделать, к нам врываются до пацана из Табучина, такие нарывистые, начинают между нами достараться разборки такие, начинается что-то вроде такой потасовки легкой, без драк, без кулаков, начинают толкашки идти. Причем самое интересное, что Дима спрятается за меня, Денис в шкафе, а я стою перед ним, перед двумя, перед тремя кабанами вот этими вот. А я тогда буквально все в восьмом, седьмом, наверное. То есть маленький такой, и они такие здоровые. В общем, у всех истерия была, никто ничего не понимает. Потом я все-таки разобрались с этими пацанами, они ушли, потом они перед нами еще и извинились. Но самое веселое другое. Потасовка закончилась, Дима в истерике, я в шоке, потому что это что-то вроде драки было, это для меня в первый раз было. И из шкафа вываливается Денис. Такой типа, «О, здрасте, а что произошло? А что вы так долго меня искали? А что случилось?» И мы такие сидим на него, смотрим, как на дурачка. И такие, типа, ну, человек, ты откуда, ты кто? Ну, я сорвал урок русского языка, когда играю на пианино. У той же самой Ирины Юрьевны, хотя я еще не учусь у нее. Была Изоля Вячеславовна в нашей школе, она сказала, «Ну, что ты сидишь, ты классно играешь на пианино, иди поиграй, все равно пока урока у нас нету». Я не знаю, почему она начинала урок просто, и у нас стоя пианино вот в коридоре там. Тогда урок во всем в школе был, у нас в одних был такой вот выходной, просто говоря. Ну, выходит Ирина Юрьевна говорит, «Мальчик, а у меня урок, ты не мог бы перекатить поиграть?» И вот такая вот история. Однажды в средней, по-моему, школе у нас была физкультура, и девочки всегда переодевались в раздевалке, но так как там дверь не закрывается, а мальчики имеют такую привычку, типа, открывать, смешно, типа, там девочки переодеваются, давайте посмотрим, посмеемся. И девочки всегда переодевались в гардеробе, где мы куртки оставляли. И, в общем, мы пошли в компанию, туда переодеваться на физкультуру. И Кристину кто-то попросил закрыть дверь. Она пошла, закрыла дверь на замок. Потом уже, ну, надо было выходить на физкультуру, а дверь не открывалась. И мы там просидели перемену, по-моему, даже целый урок. И потом мы просто слышим, как ломают дверь топором. Мы все стоим около окна, все боимся, что произойдет, и просто открывается дверь, а там стоит директор с топором. Это было очень страшно, смешно. Когда у нас было в девятом классе выпускной, мы к нему готовились, нам сказали сделать вальс. Ну, то есть там мальчиков у нас мало. И так получилось, что на каждого мальчика было по три, даже по четыре девочки. И многие мальчики не приходили. И вот когда в конце приходили три мальчика, и это было так приятно, то, что именно они остались и помогали все-таки. В конце мы это все сделали. Конечно, по-другому. Но сам факт, что мальчики специально приходили, хотя столько много девочек, ответственно, это все было... Прямо молодцы, что после все-таки девятого класса, даже те, которые уходили потом после девятого, они все равно пришли на выпускной. В пятом классе на 23 февраля мы поздравляли мальчиков. Мы придумали им испытания, чтобы они их проходили, и потом выдавали им диплом о том, что они настоящие мужчины, и все прошли. Было испытание, нужно было залезть... Там было три баночки, и нужно было залезть в каждую баночку и достать оттуда ключик. Ну вот, у нас закончились все испытания, и, получается, девочки, которые были, ну, отвечали вот именно за это испытание с ключиками, они убирались там, и у нас там была сметана, какое-то варенье, короче, ну, там все подряд, и в сметане лежал ключ от вот этого кабинета, в котором мы сейчас сидим, и девочка, которая за это отвечала, она его случайно в унитаз смыла, и мы потом не могли попасть в этот класс, но все потом было хорошо, ключ второй нашли, вот. В столовой на меня разлили комфорт, и я не помню, в каком это было классе, в седьмом, по-моему, я шла с тарелками, у меня было очень много всего, я не знаю, зачем я так много набрала, у меня был суп, второе, компот, булка, и какой-то мальчик, по-моему, из начальных классов побежал на меня, и я просто все на себя развела, была в супе, во втором, в компоте, и так потом отучилась, пошла домой вся грязная. Допустим, с первого по, ну, допустим, четвертый класс мы очень много спорили и соревновались с другим нашим, с нашей параллелью, с А-классом, там постоянно в Б-шке лучше, А-шке лучше, и, как ни странно, внутри класса, не сказать, что мы были очень дружные, но против общего врага, хотя это и не враг, мы, конечно же, все объединялись. Запомнилась, так как у нас школа хоровая, с музыкальным уклоном, то мне запомнились гастроли, одни гастроли прям большие, это когда мы ездили по Европе и выступали в Париже, это, конечно же, для меня большое такое было влияние на меня, да вообще, как Париж может какое-то влияние на тебя не произвести, Диснейленд, конечно же, и это было круто, ну и как мы с девочками там в четыре дня на поезде, потом еще на автобусе, это было круто. Постоянно какие-нибудь выдираем ручки из двери, потом учитель не может войти, или захлапывали двери в раздевалке перед физкультурой. Да и так с одноклассниками очень часто куда-то выезжали так просто на природу или гулять, и всегда было весело, смешно. Ездили, по-моему, в ботанический сад на биологический квест. Там нам надо было проходить этот квест, и мы все дружно, сообща работали, и это запомнилось очень сильно. Больше всего запоминаются, естественно, поездки куда-нибудь с классом. Но так как у нас класс сильно большой, есть 31 человек, мы полностью собраться не всегда можем, но когда ездим, это получается очень весело. Ну, получается, недавно мы ездили в Томск. Нас, правда, ну, человек 10 или 11 ездило из всего класса, но там такое происходило, мне даже стыдно вспоминать, потому что, ну, немного выпивали, нас учителя спалили. Там учительница наша классная, она ходила в комнату, нюхала, и к нам подходит, ну-ка, дыхни. Мы просто все ходили, красные, нам так стыдно было. А потом она все утро нас стебала, говорила, ну что, алкоголики малолетние, головка болит. Вот, ну, в итоге, запомнилось, думаю, всем, кто там был. У нас прикольно, это мистер и миссис журавушка, когда ребята придумывают всякие концерты. Они, получается, девочки у нас, когда пару лет назад Кристина была, и этот мальчик у нас был маленький, Сережа, но она прям повыше, чем он. И когда они танцевали, Сережа там так выделывался, вся школа смеялась. А, они еще, самое забавное, это был этот концерт в том году, в 10-м классе, мы играли, автора, был Хармс. Там маленькие рассказы забавные, и мы решили отыграть, нам их поставила учительница по-русскому. Там такое происходило, то есть, ну, до глупостей доходило, у нас даже одноклассница материлась на сцене, но это учителям так понравилось. Просто, тогда первое место, кстати, взяли, и тоже, это запомнится, думаю, нашей учительнице по-русскому надолго. Цинк-2, цинк у нас содержится после алюминия, значит, будет вместе цинк, да, и Аж-2. Это металлы, не металлы? Это не металлы, да? Да. Там будет все утрасы. А, они разные. Стоит по-русскому. Стоит по-русскому. Стоит по-русскому. Но больше всего азотов в первом числе. Такого элемента не металла больше всего в земной коре. На нашей планете это два самых распространенных не металла. Кислород и азот. И они входят в состав наших дырков и не только нашего, всего живого. Вот смотрю на фотографии и вспоминаю прошлый год, день учителя, когда вы все, почти все, были в роли педагогов. И как вы ответственно к этому отнеслись. Я помню, как вообще круто было и как вы могли действительно перевоплотиться в ответственных людей. и я поняла, что в вашей будущей жизни все сложится. Вы не такие уж маленькие девчонки и мальчишки, а вы уже понимающие все о жизни. И как весело было и как потом в импровизированной приемной директора, в учительской вы изображали строгих директора и завуч и вызывали к себе. И в общем учителя тоже в тот день очень повеселились. Я думаю, что этот день вам тоже наверняка запомнился. Конечно, поездка в Москву. Сейчас смотрю на фотографии и вы тоже ее забыть не сможете. Я думаю, что тот март московский, в который мы хотели поехать, тепло, думали, март, Москва, холод. И когда наши компромиссы, моя Третьяковская галерея, ваш Москва-Сити, и только в этом варианте было возможно найти компромисс, мы его нашли, и в один день мы побывали и там, и там. Но было жутко холодно, но Москва-Сити не мог остановить. Поездка туда, сфотографироваться на фоне бизнес-центров, вообще, конечно, не сделать это было нельзя. и вас не остановил холод, продрогли до костей, вернулись в отель уже такие прям замерзшие, но довольные. И вот это ощущение, что мы нашли тот ракурс, ура, это было круто. То, что вы, конечно, давали мне вот тот молодой креатив, и когда сейчас вы уйдете в свою возрослую жизнь, мне хочется, конечно, чтобы вы приходили, рассказывали, а как у вас там, или хотя бы писали в соцсетях, или, ну, хоть как-то давали о себе знать, мне интересно все, что будет происходить с вами. Ну, и, конечно, не дай бог, если будет какая-то неудача, проблема, я готова вас увидеть у себя за чашкой чая, выслушать, помочь, чем могу, и поддержать. Я уверена, что нерешаемых проблем нет, все можно решить. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый раз говорю «Мои дети» «Мои дети» конечно же, вспоминается многое. Класс десятый, одиннадцатый вместе были больше тридцати человек, начинали мы с вами тридцать два человека, потом Алька уехала в Ставрополь, осталось нас тридцать один. Девятые классы были два, и когда вас объединили в десятый, в общем, было много разных мыслей, И что это будет? Большой, неугомонный, несомолкаемый вообще класс разных личностей, которые в своем стремлении завладеть вниманием учителей, одноклассников, порой реально сводили с ума. И когда учителя бежали и жаловались, опять этот ваш 11 класс, я говорила всегда о том, дайте им немножко времени. Так вот, ребят, времени-то у вас уже сейчас в школе не осталось. Я, глядя на фотографии, понимаю, как вы повзрослели. Вас ждет впереди много-много нового, интересного. Но вы, я надеюсь, вспомните, когда я вам всегда говорила, будьте людьми прежде всего, оставайтесь терпимыми к ближним, понимайте людей, которые рядом с вами. Снимите короны, вспомните мою фразу, но 9-й бета точно бывшие, те, которые подольше были со мной, они знают эту фразу, я им говорила довольно часто, снимите корону, потому что иногда она давит на мозг. Я убеждена, и вот есть такие слова известного Альберта Швейцера. Он говорил, я убежден, что правда, любовь, мягкость, доброта являются той самой силой, которая все преодолеет. Так вот, я абсолютно с ним согласна, что какой бы ни был мир, окружающий нас, жестоким, непонятным, если ты внутри имеешь любовь и доброту, если ты к миру идешь с этой любовью, то мир тебе ответит тем же. Пусть не сразу, ребят, да. Вы очень часто пытались мне доказать, что нет, это не так, Светлана Витальевна, вот в мире все иначе. Поверьте мне, я ведь подольше вас живу, и, соответственно, когда ваша жизнь станет немножко длиннее, а вы мудрее, вы убедитесь, что, да, доброта, она имеет качество гумеранга, просто не сразу. Желаю вам встретить побольше людей, которые это понимают. И всепобеждающая разумная сила доброты, я думаю, что будет вас окружать, если она у вас внутри. Доброго вам пути и счастливой жизни, наполненной Светом, каким бы ни был мир вокруг. Я хотел пожелать, чтобы все их задумки, чтобы все у них сбылось, чтобы они выбрали свой путь, правильный путь, и все дошли до своей цели. Счастливой жизни. Ну, вообще, хотела бы пожелать, чтобы они развивались в том направлении, которое им действительно нравится и действительно хочется, чтобы поступили туда, куда хочется. Ну, и думаю, счастье, правда, главное для каждого из нас сейчас. Вообще, мне хотелось бы, чтобы мы с некоторыми из моих товарищей продолжали общаться, чтобы повидаться могли, как-то поддерживать контакты. А то я знаю, что вот с прошлой школы, когда я перешла, вообще перестали общаться с ребятами. Надеюсь, здесь так не будет. Не забывать друг друга, а также, чтобы у всех все было, как они хотят, чтобы они были счастливы, чтобы добивались всего, чего им хочется. Ну, я надеюсь, что мы не потеряем связь с друг другом, что мы будем общаться, что мы будем встречаться в школе, приходить сюда и вспоминать счастливые моменты юности нашей. Самое главное – это удача на ЕГЭ, при поступлении. Пожелать хочу им, чтобы у них была цель в жизни какая-то. Вообще, их должно быть много целей, чтобы одну достиг и перешел другой. Чтобы не одна цель у тебя на протяжении всей жизни была, а просто вот несколько целей себе поставить, достигать их и выполнять. И вот, хочу пожелать цель, наверное, в жизни, мечтать, чтобы они мечтали больше. Потому что, когда мечтаешь, все это потом воплощается в реальность мысли материальной. Не уходить от своей цели, стремиться именно к тому, чему ты хочешь, а не тому, чему тебя, например, навязывает общество. То есть быть, например, таким-то, делать то-то, делать только то, что надо. Наоборот, надо делать то, что хочешь ты, а не кто другой. И не надо строить судьбу под какими-то стандартами. Хочешь перекрасить волосы – сделай это. Ну почему бы не сделать, пока ты еще можешь? Потом, например, тебе, не знаю, ты будешь уже работать, а там дресс-код, например. Ну и что ты будешь делать? Надо было все раньше. Наверное, чтобы у всех все получилось, потому что все люди достойные в нашем классе. У меня так получилось, что я редко с людьми, ну, с одноклассниками общался. И иногда я чувствую себя одним, то есть не в их классе, а отдельно. Но в целом они никакого плохого впечатления о себе не оставили у меня. Так что я бы пожелал им удачи, счастья всем, чтобы все получилось. Потому что, ну, они не стали родными. Если что-то произойдет в жизни, допустим, какое-то горе, или, может быть, даже выберут мне тот путь, я бы хотела им пожелать, чтобы они никогда не отчаивались. Потому что было бы счастье, да несчастье помогло. Вот. Если что-то идет не так, то, возможно, это так и надо. Так что я думаю, что после черной полосы жизни всегда идет белое. А еще я хотела пожелать любви, чтобы все было хорошо. И чтобы вы были никогда одиноки, и всегда были с кем поговорить, куда можно прийти. И праздники исправлять, конечно же. Я хочу пожелать, чтобы они нашли себя. Чтобы не шли туда, куда хотят там их родители, или не думая, что это там супер-пупер профессия для них. Чтобы они прислушались к себе. Ну и чтобы больше проводили свое время в хорошей обстановке и не грустили. На первом месте я бы им пожелал добиться сначала того, чего они хотят сами. Также я пожелал бы им успехов в учебе, успехов при выборе профессии, успехов при выборе, ну даже, можно так сказать, второй половинки. Вот, чтобы у них все было хорошо. Чтобы они всегда вслушались родителей, помогали им. В общем-то, не забывали своих одноклассников. Это самое главное. Пожелать, чтобы у них все мечты вообще сбылись. Это самое главное. Чтобы у них все получилось. Если даже и не получится что-то, то чтобы они не унывали. Ну и я надеюсь, мы еще будем как-то видеться, встречаться, пересекаться. Потому что, ну, учиться-то мы все здесь будем. Ну и будем знать, как там, что у кого, как жизнь. Выберите правильную дорогу. А если ошибетесь, ничего страшного. Пойдете в другое место. Если опять ошибетесь, в другое. И ищите, ищите, и вы обязательно найдете. Ребят, я прекрасно понимаю то, что это крайне сложно. Местами, может, для кого-то даже невозможно. Но, черт побери, прежде всего, живите для себя в хорошем смысле этого слова. То, что не нужно-то плевать на всех, быть крайним эгоистом, говорить то, что иди к черту, мне так лучше будет. Нет, нет. Прежде всего, занимайтесь тем, чем именно хотите заниматься. Да, я знаю, жизнь бывает далеко не сакар, но всегда можно найти какое-то дело, какую-то отдушину лично для себя, которая поможет преодолеть все это, всю эту толщу далеко не самых приятных моментов. И, че повори, ребят, я всем вам желаю найти ее. Удачи, сейчас она очень важна, чтобы хорошо поступить, сдать экзамен, чтобы они добились своих целей поставленных и занимались тем, чем они действительно хотят. Чтобы у каждого была своя семья и все воплотили свои мечтания в жизнь. Жить своей жизнью терпения и любви. Пожелать поступить, куда они хотят. То есть в ВУЗ учиться в удовольствие, потом найти работу, тоже приносящую хороший доход. Опять же, чтобы она не причиняла никаких неудобств. Пожелать успеха, прежде всего. Здоровья. Оно очень важно, потому что это единственное, что не купишь за деньги. Чтобы они никого не слушали, совершали великие дела для них, которые считаются для них семейного счастья, личного успеха в карьере. Ну, банального, наверное, счастья, любви, здоровья. Чтобы дальнейшая жизнь была такой, какой они захотят. Чтобы они поступили туда, куда они хотят. Ну, не знаю. Чтобы жизнь прошла достойно. Ну, во-первых, что, конечно, хорошо сдать экзамены, поступить туда, куда они хотят. Если они еще не знают, куда они хотят, узнали, куда они захотели и пошли туда. В свою жизнь прожили вообще очень хорошо, весело. Наверное, быть успешным вообще в жизни, в работе. Иметь хорошие связи и хороших друзей. Любить и быть любимыми. Не терять вот эту связь между нами и все равно как-то, хотя бы какой-то раз там в пять лет встречаться и по максимуму желательно, даже если кто-то же будет жить в других уже городах. Тем более у нас очень много врачей будет. Это очень важно, чтобы вы не терялись. Ребята, вы нам очень нужны. Никогда не сдаваться, верить в себя, найти того самого человека, с которым все будет нипочем. Ну и помнить прекрасные школьные годы и когда-нибудь встретиться, рассказать, как оно есть и почувствовать, что это не огромный класс из 30 человек, а что это очень близкий такой круг людей, которых ты знаешь. Не ощущать, что огромное количество людей, ощущать, как сейчас. Все знакомые, все близкие, про всех все знаешь. Мы все знакомы, мы все знакомы очень давно, очень давно. Хоть и не часто, но все-таки случалось, случалось. Смотрели мы, смотрели мы в одно окно, в одно окно. И иногда даже получалось, получалось. Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. Не забывайте, что мы друзья, друзья. Друзья, не забывайте, не забывайте, что мы оркестр, оркестр. Не забывайте, что ты, это я. Мы все взрослеем, мы все взрослеем, это не изменить, это не изменить. Уходим детство в никуда, куда. У нас, у всех, у нас, у всех тревоги свои, тревоги свои, но мы же вместе навсегда, всегда. Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. Не забывайте, что мы друзья, друзья. Не забывайте, что мы оркестр, Оркестр, не забывай, что ты, это я Не забывайте, что мы все вместе, все вместе Не забывайте, что мы друзья, друзья Не забывайте, что мы оркестр, оркестр Не забывайте, что ты, это я Мы с ними были в Питере. В Эрмитаже, это был 9-й еще класс. Я говорю, Третьяковка. Они говорят, Светлана Витальевна, что такое Третьяковка? Я говорю, вы же хотите в Москва-Сити. Значит, Третьяковка сначала, а потом Москва-Сити. Они смирились. Нет, кто-то хотел пойти. Есть, конечно, дети, которые... Они так, они, в общем, больше услышали меня. Я думаю, ладно, надо, ну давайте сходим. Я поддерживаю Леру. Хватит ее тыкать. Ну, что ли? Просто хочет внимания ее. Нет? Да у него так-то две девушки. Уже есть, по-моему, одновременно причем. В 90-х, ближе к 2000-м, вышел сериал «Дикий ангел». Вот там Наталья Рейра, и она просто женщина потрясающая. Не знаю, я вдохновилась именно ей и хотела бы туда съездить. Посмотреть. Что там как? Ну, это не в Испании, да? Ну, я знаю, но культура там примерно одинаковая, и... Ну, вырежем это, да? Ну, была смешная история, на самом деле. Только не помню, как, но было смешно. Так не пойдет, все это ценно. Такое история, кстати, нам все равно смешно уже. Но хотелось бы сказать. Ну, вот. Итак, здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем наш эфир. Донеси, я... Признаюсь. Нет, я серьезно забыла, что хотел сказать. Спустя полчаса. Простите, я просто знаю, что я скажу. Хорошо. Вообще дети у меня-то хорошие. Они же много знают, много видели, образованы. Поэтому я думаю, что в жизни у них все будет. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова